В этом месте я сразу покажу, продемонстрирую, как работает прибор Т-Хотбокс. Это больше, чем в ваших мятелях? Побольше. Побольше. Теперь же подлиннее. Т-Хотбокс прибор. Включаем прибор в сеть. Он загружается. Пошел сигнал. Прибор загрузился, готов к работе. У прибора два вида настроек. В эту сторону просто мощность идет без отсечки по времени. Здесь мастер сам управляет процессом. Тонкие машины 20%. Тонкие машины это корейский, китайский, японский автопром седаны. Самые тоненькие. Потолще машина 40%. Еще, еще. Вот эта величина, ну это уже джипы, кроссоверы, микроавтобусы, немецкие машины, где металл потолще. То есть здесь у нас просто идет мощность управления кнопкой. Вот такую вмятину сейчас я ставлю на 80% на этом каботике. Он такой толстенький, старенький. И начинаю ее поднимать. Как работает прибор. Здесь нужно видеть, что мастер делает. Нельзя ни в коем случае работать так. Ставить кнопку, нажимать, а потом смотреть, что получилось. Мастер так не работает. Так работают дилетанты. Мастер, он видит, что делает. Мастер видит, как поднимает крючок. Видит, как осаживает пробойник. Остальные люди, они что-то делают, а потом смотрят, что получилось. Поэтому здесь нужно четко на лампе знать, куда смотреть. В рабочей зоне мы видим повреждения. И я иду самой головкой, совмещая, как мишень. Вот у нас вмятина. Я вижу ее глубину. И прохожу четко по центру. Если промахнуться сейчас, пройти рядом здесь или здесь, значит вмятина останется, а рядом вылезет ненужная шишка. Поэтому здесь нужно полностью процесс контролировать. И так с одной стороны до другой просто по центру иду, поставив на 80% мощности. На головку давить не нужно. Ее поддерживают этой рукой, а этой рукой нажимают и видят, как идет подъем. Цикл прошли, он поднял. Подождали, пока остынет. Все, что лишнее вылезло, сразу пробойничком обсадили. Остыло, потом следующий цикл. И так бесконечное количество циклов после полного остывания. В ни коем случае нельзя 2-3 цикла подряд делать. Он просто сожгет машину. Как он может сжечь, я тоже вам продемонстрирую в ненужном месте. Сейчас я начистою подмятину, на ваших глазах чиню. Целюсь четко в центр и с одной стороны до другой иду, не останавливаясь. Если остановиться и давить, он сразу это место переподнимет и включит краску. Поставил и с одной стороны до другой, начиная ее поднимать. Четко по центру прохожу. За один цикл, видите, сколько подмял? Несколько секунд она практически в 50% уже уменьшилась. Теперь жду, пока остынет. Остыло. На горячую осаживать не рекомендуется, потому что лак сейчас мягкий, в нем пикминный царь нужно набирать. Остыло следующий цикл. Следующий цикл. Когда мы работаем с градовыми вмятинами. Чтобы прибор не сжигал и была комфортная работа, здесь есть такая шкала в левую сторону, где стоят значения 0,5 единица. На этих значениях прибор сейчас будет работать на полную мощность. То есть на 100%, но у него будет уже кнопка сама выключать. Это сделано для того, чтобы мастер не ошибся, не сбился, не сжег. Вот у нас круглая вмятинка, например, градовая. Я беру, на 0,5 поставил и эту круглую вмятину, градовую, буду проходить с одной стороны до другой циклами по 0,5 строго через центр. Прошел в эту сторону. Он ее поднял. Юбочка пошла. Если в 0 поднял, все, вмятина отсюда. Если юбочка пошла лишнюю, значит ее обсадили. Повернули лампу под 90 градусов. И с этой стороны еще один цикл сделайте. То есть схема подъема здесь крест-накрест пройдет. Так поднял, так поднял. Вся в ямку ушла. Когда мы работаем на крыше, например, и там очень много вмятин. Она вся побита. Основная ошибка, начинают люди, когда делать, они идут по цепочке. Вот эту сделают, вот эту сделают, вот эту начинают делать. Здесь металл весь перегрелся, вот на этой закипит краска сгорит. Поэтому, когда много вмятина работаем на крыше, здесь нельзя по цепочке работать. Работаем так. Сделали тут, сделали тут. Сделали тут, сделали тут. То есть в разбежку. В разбежку, чтобы его не перегреть. И она полностью чинится Очень глубокие вмятины, большие Их сначала нужно уменьшить клеем Клеем уменьшить, вот такой остаток остался Пожалуйста, дальше прибором доделаем Где-то крючком неправильно произошел процесс подъема Шишкин лес появился Прибором тоже можно легко это все разгладить, как утюгом Несколько циклов дали, она плавно вся раскрылась, надулась и потом осадилась Прибором стараются вытащить сейчас все в плюс, в небольшой Ямка есть, ее в плюс перетянули, подождали 5 минут, остыло И потом плюс забили Плюс всегда проще забивать, чем поднимать минусы крючком Поэтому прибор, он очень быстро как раз облегчает весь процесс Прибор работает в основном только на центре деталей На больших расстояниях, на крыше, на центре капота, на центре двери, на центре крива Туда, где нужно все разбирать и нужно длинный инструмент Некомфортно работать, поэтому там прибор актуален Прибор не работает Вот в таких отрицательных зонах Если сюда сейчас направлять, металл у нас направлен в ту сторону, он будет просто толкать Он поднимает только в прямых зонах и в положительных В отрицательных прибор не тянет Вот эти зоны он все берет Не работает прибор на краю детали, там где завальцовка, там где двойной металл Он это не тянет На стойках, на толстых машинах тоже не будет работать На каких-то тонких японских машинах стойки он поднимает На остальных нет На ландкрузере стойку не поднимет? На ландкрузере там, если большая вмятина, ее клеем даже лучше Аградовую тоже не возьмет, да? На ландкрузере? На крыше, на капоте возьмет На стойке может не взять Если сюда уже дальше расширение в крыло пошло, там где металл большой, там будет тянуть Вот я имею ввиду стойки, где совсем узкие зоны, там очень большая Узкие зоны, там только блендинг и клеевая работают, больше ничего Остыло Теперь подсаживаем все, чтобы шишки не тянули И делаю следующий цех 0,5 это у нас было на тонких машинах Вот единичка, это все остальные машины Градовые вмятины Он секунду сработает и отключится Чтобы понять и увидеть, сколько вообще прибор поднимает металла Достаточно просто это сделать Вот в целом участке сейчас вам обведу Сюда ставлю головку на центр Нажимаю Он поднял и отключился Посмотрите, какую он площадь поднимает Если вот такая вмятина будет на машине Он ее сразу за секунду поднимет и ничего больше не может делать Понятно? Почти жил Когда вы возьмете прибор, поставьте обязательно сначала капот на мастер Пускай он наделает разных мятин И потренируется на ненужном капоте У него появится число, опыт, он напьет руку То есть сразу кто прибор купил, если он не работал Нельзя ни в коем случае идти в клиентскую машину делать Можно легко испортить Он потренируется и пускай обязательно наделает ошибок на этом капоте Сжигает, посмотрите У него появится чуть-чуть, как прибор сжигает И он потом, машина уже будет работать чисто Вот что делают люди, которые не учились, покупаются Думают, что это волшебная клопка Они начинают, конечно, торопиться Не контролируют процесс Ставят головку Раз нажали Два нажали Три нажали в одно место Машина испорчена Я сейчас делаю постепенно На ваших глазах ничего не порчу Видите? Пошел следующий цель Отпаливает тоже Ну, здесь очень жесткий участок Здесь рядом усилитель И она попала на герметик Поэтому ему тяжело То есть пальцем потрогать здесь Она даже под усилитель Тогда лучше ему дать остыть, правильно? Да, ну, вы видите Я вот этот участок уже весь тут утяну Я вот это вот оставлю А вот это вот ухожу В принципе, ничего сложного Вот эти величины, смотрите, ребят Полтора, два, три Их лучше вообще не включать Я вот сколько работаю Это очень мощно Большая отсечка Просто сгорает железо Я сколько им работаю Тонкие машины 0,5 град делаю Остальные на единичку Все дальше не включаю Ну, а это вот я вам показал В зависимости от мощности А что такое бесконечность? Бесконечность это работа под покраску Например, у тебя приехала машина Там большое повреждение И ободрана краска Ее все равно красить, правильно? Включаем бесконечность И он будет работать в режиме споттера-инвертора Он все это вытащит Но краска обгорит Но малярам без разницы Они все равно будут счищать Ты поставил бесконечность Быстро под покраску все вытащил Даже она обгорела Машина поехала в малярку Они быстро счистили этот участок Загрунтовали База лак, сушка инфракрасная Машина поехала Не было воздействия никакого сваркой Нет уж поклевки Это же интересно То есть им можно работать под покраску В режиме бесконечности Осталось бы мощнее он поднимает на бесконечности Можно? А вот натистик Он сразу все горит Достаточно? Да Оставляешь сейчас какая была бы там глубина Он все это вытащил Краска обгорела Но быстро почистили И сразу в покраску То есть режим подготовки Сам понимаешь Сколько там придется Подготовщику выводить Шпаклевать это Тереть это все Грунтовать А так она максимально Металл выправила И вы под покраску сделали То есть здесь вот эти функции То есть он жгет сразу Ну посмотри какая тяга Винни Им все равно красить Пускай она горит Тут понимаешь Тут металл голый Кругом вот так вот Спученность И все ободрано Большой удар Ты поставил на бесконечность И все это На светлых машинах Нельзя делать больше двух циклов За один цикл 80 градусов Так машина нагревается На заводе В покрасочной камере Поэтому за один цикл Краски ничего не будет Если кто-то поторопится Сделает на белой машине Два цикла Будет желтое пятно Будет желтое пятно Он перегреет До 160 градусов Машина пожелкет Я позавчера прибором 90 вмятин поднял Черная машина Поднимем мою Одну вмятинку Вот оно видите Все сейчас остыло Беру половинку Беру половинку Вот у нас было И вот остатки остались Вот эти сейчас на 0,5 поставлю Дах-дах-дах и сделаю Все Вот так работает прибор Т-хот-бокс Если хотите машину Сюда сейчас Пежо выгоним Поставим Я вам подниму Одну вмятинку Покажу Идем дальше Прибор он только поднимает Это магнитный индуктор Здесь есть исключение Как в микроволновке Величиной с иголкой Между магнитами Поэтому нужно целиться Мишенью Он Вы знаете из физики Что происходит Когда разогревается Что-то Оно расширяется За счет этого И происходит подъем Точка до такой степени Маленькая Что металл нагревается Краска не успевает Загореть Вы видите Если аккуратно работать То ничего не происходит Если не аккуратно Нужно целиться Здесь специально есть Мушка Как у ружья Между ними Между ними нужно смотреть И видеть Что происходит И все Нельзя делать Вот ставить Нажимать А потом смотреть Что получилось Тогда ничего не получится Ну лучше конечно С отсечкой Начинать Чтобы была отсечка Лучше поставить капотик Здесь всего лишь одна ручка И на капотике Потренироваться Буквально если мастер Крючками и клеем работает Ему хватит одного часа Потренироваться И он пойдет Машина чинить Спасибо за субтитры! Продолжение следует...